Ну вот и все, друзья. Сфоткал полочку. Меня попросил друг, он такую себе домой хочет. Так. А что, Миша, как тебе? Да, вообще потрясно, я в восторге. Вот тут мы занимаемся импровизацией в нашем театре. А у вас тоже театр импровизации? Вот это круто. А это ребята из театра, да? Да, все, кто сейчас занимается, кто когда-то занимался. И всех учил Алексей и Борис. Ну да. Красавчики. Ну хорошо, давайте присядем, начнем. Давайте. Смотри, Миша, если у нас что-то подвинут, мы можем подвинуть. Ну мы сейчас разберемся, да. Да, сейчас мы начнем, а там будет видно. Начнем что-нибудь делать? Нет, она так не встанет. А если я оголю плечо? Ну и сюда, верю, что все встанет. Что угодно. А что, кто... Ну что, ребята, давайте похлопаем, что вы наконец-то собрались. Очень круто в такой атмосфере заниматься импровизацией. Памя. Ну давайте я вам немножко расскажу про импровизацию, которой я занимаюсь, потому что это такой подход, он больше, наверное, импровизация в сторону психологии. Вы, наверное, занимались комедийной импровизацией, да? Да, короткой формы. Короткой формы, да. А мы играем такие длинные монументальные спектакли по нескольку часов, не можем остановиться, зритель уходит, актеры рыдают. И задача этой импровизации не в том, чтобы кого-то там удивить, развеселить и что-то сделать такое классное для зрителей. А задача этой импровизации в том, чтобы очень хорошо услышать себя и как бы какую-то большую глубину ощутить. Вам, наверное, сейчас непонятно мои старческие цели, потому что вы молодые и жизнь вас бурлит. Но тем не менее, все равно я думаю, что там тоже что-то можно себе найти такое интересное. То есть задача как бы соединиться с собой и почувствовать свои какие-то глубинные, что-то там внутри. То есть найти себе что-то такое, что было бы интересно сыграть. То есть материал какой-то, да? Если в комедийной импровизации мы ищем что-то смешное, да? О, вот это прикольно, давай вот так, сыграем, давай вот так. То тут я такой, так что у меня там конюло, оа, я оказывается боюсь там быть одиноким. Или, ой, что тут конюло, оказывается меня девушка бросила. То есть мы же часто, когда что-то с нами происходит такое неприятное, мы как бы стараемся это забыть. И задача импровизатора вот такой как бы рыдательной школы, которую я себя предчисляю, это как раз что-то такое в себе открыть. И несмотря на то, что бывает, что зрители на наших спектаклях смеются, чаще они все-таки плачут. Плачут, потому что они видят, что что-то такое забытое к ним возвращается. И я вам давайте, у нас три часа, я вам просто покажу всякие упражнения, как мы вообще это делаем, как мы к этому приходим, как мы начинаем себя слышать, потому что сейчас мы с вами сидим все такие прикольные, веселые, молодые, и нам плакать не о чем совершенно. И нет никакой драмы внутренней, да? Поэтому мы эту драму как-то с вами попробуем открыть. Начнем мы с такого упражнения, просто давайте все-таки снимем обувь. А я могу освободить руки? Еще будет, еще будут некоторые проверки. Расследование. Я чувствую себя, как в подпольном кружке. Масонская ножа. Ну окей. Расследование.